Замечательную штуку на Новый год нам подарил Дед Мороз. Это аппарат для приготовления сахарной ваты в домашних условиях. Обалденный аппарат. Дети могут, взрослые, готовить в небольших количествах, небольшое количество ваты. Продается она в районе 1000 рублей. В магазинах лента она точно есть. В интернете их вообще просто немерено. Вот такой вот у нас получился комок ваты. Это самый большой, пока вот мы тренируемся, что у нас получилось. И побочный продукт получается, когда долго делаешь вату, получается на стеночках образуется такая карамелька, что тоже очень вкусно и детям очень нравится. Вот таким вот образом происходит образование самой ваты. Образуются нити сахарные, которые под нагревом разбрасываются в разные стороны в чашке, внутри вот этой чашки пластиковой. И также там вот образуется на стеночках карамелька понемножечку. Когда долго очень делаешь, ее становится много. Перед использованием обязательно читаем инструкцию. Сахар по инструкции засыпается во время остановки, то есть останавливаешь и засыпаешь. Но я понял, что лучше это делать во время движения, а не во время остановки. Все остальное по инструкции образуются нити и нити вот так вот скручиваешь, снимаешь, которые в воздухе вертятся и накручиваются. Довольно таки все просто, но как и во всех любых делах требуется сноровка, требуется опыт. У меня в первый раз не получилась вата, то есть я несколько раз пробовал, она у меня не получилась. Второй раз у меня получилось побольше. В третий раз получился вот именно вот такой вот большой кусманище, который был ранее показан. Ну, довольно таки очень интересный процесс. Детям очень понравится такое дело, такое приготовление такой сахарной ваты. Это не то, что тут просто интересно, это еще и вкусно. То есть дети сами приготовят и сами же ее съедят. Но обязательно читаем инструкцию, соблюдаем технику безопасности. И наслаждаемся, просто наслаждаемся вкусняцкой ватой. Радуем детей. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин